СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Музыкальное творчество, да, Витя Адисович? Да, да, да. Мы расскажем. Вот, собственно, уже и творчество зазвучало в нашем эфире. Расскажем. Играй, дорогой Рустам, играй. И об инструментах сегодня немножко, об азербайджанских. И с удовольствием сегодня представим книгу нашего поэта Ашуга Халида. Да. И, как я в прошлый раз обещал, я сделал перевод двух его стихотворений. Мы их тоже прочитаем. И сегодня они прозвучат, да. Да, когда он нам споет вот эти произведения. Вот. И, ну что, давайте наслаждаться. Давайте представим вообще-то наших гостей. Да, да, да. Спасибо за то, что находит время и заходит в нашу студию. Мы с большим удовольствием, с большой радостью приветствуем в нашей студии снова ансамбль «Дружба». Да, звучат аплодисменты. Ансамбль «Дружба». Просим любить и жаловать. Немножко в усеченном составе коллектив. Ну, мы обо всем сегодня поговорим. И об инструментах, и музыку, конечно же, послушаем. И вокальное исполнение. В общем, вполне соответствует, по-моему, атмосфера. Эти жаркие летние деньки на нашей детской земле. К сожалению, Мишвега нет сегодня. Я думаю, что у нас еще будет возможность его услышать. Но сегодня, по мере сил, я попытаюсь как бы с азербайджанским инструментом гавал или дав немножечко его заменить, если это вообще возможно, заменить профессионалов. Итак, мы готовы. Да, мы готовы. Слушатели, я думаю, тоже настроились уже. На сазе. Начинаем. Звучит муамная тема. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Другое название я вот тут с Рустамом, так сказать, пообсуждал, другое название этого инструмента еще Дэф, но Рустам сказал, что немножко это разные вещи, ну, наверное, Дэфи, наверное, больше вот этих вот звучащих всяких штучек мелких, которые дают, так сказать, потому что гавал нужен более спокойный инструмент для того, чтобы исполнять именно классический мугам. Ну, гавал, основное его предназначение, ритм задавания, да? Да, Ашик Халид. Ритм. Тебя Ашик, да. Сейчас Халид, Ашик Халид будет исполнять аммугам. Так, давайте посмотрим. Ну, гавал, обычно это слово каким-то ругательным считают, но, чтобы слушатели представили, это такой большой бубен, в общем. Ну, можно так сказать, да, очень похожий на бубен. Да, большой бубен со сплошной мембраной, собственно, по которой происходят удары, и мы слышим ритм. Мы можем сказать, что это инструмент, который еще раз показывает, что мы все братья на этой земле. Он круглый. Он такой же круглый. Круглый, да. То есть в какую сторону ни направляйся, ты всегда придешь в ту же самую точку. К истокам. Назад. Так, что мы сейчас услышим? Мугам называется замухаре. Алис Алимич, в двух словах напомните еще, что такое мугам. Мы говорили подробно об этом. Мугам – это музыка, собственно говоря, присущая. Это музыка, исконно азербайджанская музыка. Это именно только азербайджанцы ее, как бы, исполняют, и больше никто. Внесен в список ЮНЕСКО. Это музыка в определенных тональностях, в семи основных тональностях, значит, разные тональности. И вот Рустам сейчас назвал это какой мугам? Замухара. Замухара. Это вот, значит, в этой тональности будет, и это, скажем, музыка без какого-то определенного ритма в таком общем понимании. Но в то же время это исполнение голосом. То есть голосом и всегда это исполнение прекрасных слов, газелей и других стихотворений, которые великие поэты оставляли. И мы будем считать, что наша Шуххали тоже сегодня, исполняя мугам на свои стихи, тоже выполняет эту миссию. Пожалуйста, давайте послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Если это торжество» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Скажем тему «Общественную» Общественную? Да Заставить людей видимо о чем-то задуматься Задуматься, изменить возможно свое поведение Подумать как они вообще живут Мухам собственно говоря Он поется не только на любовные Темы и мотивы Он поется и на такие общества значимые И с его разрешения я перевел И мы договорились, что я потихонечку Буду переводить на русский язык его Творчество И я вот именно вот это его стихотворение перевёл. Сейчас я на русском прочитаю, чтобы люди, слушатели наши, поняли, о чём вообще речь шла. Стихотворение называется «Есть». Читаю. Устоит, не предаст себя мужчина. Видал продающих и себя, и честь. Втихаря подбросив маслица в огонь, вражду раздувающие, боже, тоже есть. Глубокие раны наносит судьба, недруги радостно кричат «Эгей!». Что сказать? В косое время мы живём. Без вины в зинданах сидящие есть. Захватил этот мир и жуёт подлец. Где совесть у него? Где же его честь? От вранья как спастись или от измен? Истину ногами топчущие есть. В трудный день прячутся земляки и друзья. Забыли доброту, уважение, честь. Подлость, бессердечие никак не за честь. Уважение и доблесть знающие есть. Вот так вот, глубокомысленные строки, конечно. Ашук Халид, одобряется перевод Азиза Алиевича. Да, молодец вообще. Я благодарен его, чтобы переводит, кто-то меня понимает. Ашук Халид давно хотел, чтобы его творчество было доступно русскоговорящим его слушателям. Можно уже, наверное, так говорить. И очень часто люди, когда исполняешь что-нибудь на азербайджанском языке, очень часто люди спрашивают, а о чём это? И вот так как Ашук Халид очень много всего исполняет, мы делаем так, чтобы нашим дорогим, уважаемым русскоязычным слушателям было доступно его творчество. И, возможно, когда мы достаточное количество переведём его стихотворение, мы издадим это отдельной книгой. Очень было бы здорово, конечно. А все заметили, что там было две части, да, в этой композиции? Вот одна такая... Да. Задумчивая вот такая, да? Первая часть мугамная. Это два отдельных мугама было или это что? Это две отдельных темы во время исполнения одной, скажем, ну, одной композиции. Идёт мугамная часть, то есть когда, как правило, очень глубоким содержанием, заставляющая человека задуматься, и часть, скажем, более лёгкая, которая позволяет людям в это время немножко ещё насладиться ритмикой, потанцевать по своими близкими, друзьями, там, и так далее, и так далее. Вот сейчас что нам и продемонстрировала Шахалит. Так, это Шахалит? Да. Я напоминаю, что музыка, на фоне которой мы сейчас говорим, это у нас минусовка никакая. Это живое исполнение. Рустама Аббасова, вот он сейчас музицирует на синтезаторе. Да, это у нас наша самая, я бы сказал, любимая национальная песня Сары Гялин. Ещё раз? Сары Гялин. Да, это очень древняя азербайджанская музыка Сары Гялин. Мотив, он любим, в общем, можно сказать, что во всём мире практически. Мотив, он любим. Мотив, он любим. И вот снова Мугам. Мотив, он любим. — Это полноценная композиция, видимо, со словами? — Можно было до конца, да-да-да, там есть и слова, это полноценная композиция. Конечно, произведение такой глубины и такой эмоциональности, что было большое желание у многих присвоить себе принадлежность этого произведения, но это не удается, потому что чисто, глубоко и до конца с правильными словами это поют, конечно, азербайджанцы. — И никто иной. — И никто иной, потому что это азербайджанская песня, многовековая, скажем так, азербайджанская песня. — А, кстати, как из века в век передается вот эта традиционная азербайджанская музыка? — Ну, раньше это передавалось устным. — Устным, то есть на слух, да, поколение, новое поколение воспринимают, запоминают, а записано это где-то, зафиксировано. — А потом... — В нотном выражении или, не знаю. — Вот слова, они были записаны, вот, а ноты, вот, как только они появились, как бы, ну, вот тогда и стало возможным записывать. А ведь до этого Сара Ялин — это очень древнее произведение. Это не 19-й век, не 18-й век. — Гораздо глубже, да? — Да, 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 да. — 15-й, 16-й век. — Век. — И, может быть, даже еще раньше, может быть, даже еще раньше, то есть, ну, это можно, конечно, покопаться, посмотреть, но это, скорее всего, еще раньше, потому что это устное народное творчество. — Из уст в уста, что называется, да, передача между коленями, да, происходит. — У нас сейчас небольшая пауза будет, мы должны прерваться, это программа «Союз нерушимый», мы напоминаем, и мы сегодня снова вместе с ансамблем «Дружба» любуемся и демонстрируем во всеуслышание традиционную азербайджанскую музыку, продолжим через минуту. Союз нерушимый А мы снова в эфире, продолжается программа «Союз нерушимый», вот уже и гармонь мы сейчас будем слушать. Рустам взял именно гармонь в руки. Напоминаем, что два музыканта, ансамбль «Дружба» у нас сегодня в студии, Рустам Аббасов и Ашук Халид Мурадов, соответствующая атмосфера в студии. Что мы сейчас услышим далее? Это муган называется «Сейя». То есть это один из семи основных мотивов мугана «Сейя», как снифи называется. «Сейя», как снифи называется «Сейя». «Сейя» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Словей споёт. Гора снега Ущелье бурю зовёт. Всегда будут пусть Молодыми сердца. Полна желаниями Душа молодца. Мир таков Уж давно по плану Творца. Весной лук желает Свести без конца. Лук. Это лук. Романтизм и лук. При чём здесь? А лук Это цветущий лук. Я думаю, что ты, наверное, не раз видел В своей жизни. Но цветущий лук В горах Это нечто особенное. Потому что С каждым поднимающимся Метром в горы Ты видишь совсем разные Я просто перепутал. Я думал, не лук, а лук. Нет, нет, лук. Овощная культура. К сожалению, русский язык Он имеет такую особенность, Что Когда не дослушаешь Согласные в конце оглушаются. Интересно. А песня была про то, что Лунной ночью В прохладную погоду Ты, ты, только ты Да, да Везде, везде Ты в моих мыслях Ты на небе, ты на земле Ясно И в душе моей И в словах И на языке И на кончике языка И в глазах И в сознании И везде только Ты, ты, ты А автора-то хотелось бы спросить Ашук Халид В какой момент жизни Было создано Было написано Какие эмоции были Какое настроение Это какие чувства Нахлынули, чтобы Вот это все отобразить Мошадь читает Да, в тексте Это ведь тоже Не рассказывай Не рассказывай Это вот Неожиданно все Неожиданно Тоже народная песня Да, да Песня народная А вот Песня народная Это, которую я стихи писал Это Сколько я писал Все это У меня это Появляется Неожиданно Неожиданно То есть Какой-то образ возникает В голове Вот мысли Правильно Не выдал девушку Через Череда мыслей каких-то И вот это все Рождается От Бога все От Бога все Безусловно Безусловно Ну он хотел сказать От богини, наверное Да Просто он от скромности Сказал от Бога Вот Ну что У нас буквально Три минуты остается И Хотелось бы Давайте Под конец Завершение программы Вы слышите что-то еще Жизнеутверждающие Ну мы знаем У вас репертуар Богатый очень Вы Без долгих раздумий Можете исполнять Поэтому он Называется Не забыл А забыл Забыл Тезарь Без долгих раздумий Тезарь Без долгих раздумий Без долгих раздумий Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok